Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе. Но это программа без номера, потому что это спецвыпуск. Точнее, у неё мог бы быть номер, тогда это номер пять. То есть около года тому назад у нас прошло четыре программы, которые были до некоторой степени вдохновлены событиями совершенно не музыкальной, не культурной жизни, а именно началом российской интервенции против суверенной Украины. И программы были на антивоенные темы. То есть я помню, это была мировая антивоенная классика с Джоном Ленноном и Бобом Диланом. Это были антивоенные русские песни, начиная с Александра Вертинского 1917 года. И было две программы у нас украинских песен. Песни украинского сопротивления и песни перемоги. Ну, потом мы вернулись в нашу обычную меломанскую канву. Канву прошёл год с начала войны, и вот надо всё-таки это событие отметить. И у нас спецвыпуск номер пять. Чего не хватало в первых четырёх спецвыпусках, так это современных российских песен, песен антивоенных, песен, посвящённых этой самой трагической тематике. К счастью, эти песни появились и в больших количествах, и песни хорошие. И вот этим-то мы сегодня с вами и займёмся. Начнёт нашу сегодняшнюю программу человек, который, по-моему, первым из всех наших музыкантов откликнулся на текущее событие. Это Андрей Вадимович Макаревич, вам всем прекрасно известный, лидер группы «Машины времени». И он сначала сочинил песню под названием «Моя страна сошла с ума», а потом песню уже совсем хорошую, которая называется «Я расскажу вам про страну». Вот эту песню, которую, по-моему, Макаревич обнародовал где-то ранней осенью прошлого года. Её мы сейчас и послушаем. Я расскажу вам про страну, Где свет у темени в плену, Где на устах лежит печать, Где хочешь жить, умей молчать, Где за одну лишь фразу Вас упакуют сразу. Я расскажу вам про страну, Что с дуру вляпалась в войну, Где гонят шнягу про напасть, Мол, мир грозит на нас напасть, Где так мозги засрады, Хоть разгребай лопаты. Я расскажу вам про страну, Где в храм пустили сатану, На гибель сына гонит мать, А поп велит вам убивать. Румяны и плечисты Поклоны бьют чекисты. Я расскажу вам про страну, Где хиппи нынче за войну, И на лету сменив стезю, Трясут козой под буквой ЗЮ, Возвышенно и даже почти что в камуфляже. Вы рассмеетесь мне в ответ, Страны такой в помине нет, Или будете возмущены, На свете нет такой страны, А я скажу вам, Знаете, езжайте, побывайте. Андрей Макаревич, я расскажу вам про страну. Ну, Макаревичу технически нетрудно было, Конечно, эту песню выложить, То есть взял гитару, Спел перед мобильным телефоном, И все в порядке. Рок-группам было чуть сложнее в этом смысле, Но тут они тоже проявили Какую-то удивительную просто прыткость И оперативность, И чемпионом по антивоенному русскоязычному року Бесспорно можно считать группу «Ногу свело» Под управлением Максима Покровского. Максим уже несколько лет живет в Нью-Йорке, Группа у него теперь интернациональная, Русско-американская. Ну, и записал Покровский С своими музыкантами Довольно много песен на эту тему, Примерно полдюжины. Мы послушаем из них две И начнем, наверное, Самый популярный, Который называется «Марш обреченных» Или «Гойда орки». На эту песню снят замечательный видеоклип, Мультфильм. Снял его создатель Масяни Олег Куваев. Затем с Гоморой Пришли в Москву В тот город, где я больше не живу Полокоть руки Давно в крови У этих фурдалагов на ТВ Смотрите орки 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 мочат горки Пусть обреченных поезда Заключенных времена Отреченных новичок дусьля Спех оргов Морских лиц Искаженных в сладкий сон Повреженных Из сырная земля Гойда, орки Гойда, орки Гайда, орки Гойда, орки Гойда, орки Пусть курит третий рейх, мы третий рим Решит начальник за нас с тобой Кто грузом двести полетит домой Смотрите, орки, орки, орки К нам спустились горки Пусть обреченных поезда, заключенных времен Обреченных в новичок друсля Смех прокаженных, маски лиц искаженных Сладкий сон, окруженных и сырая земля Рычат в лесах шаманы, бурлят в котлах турманы Уходят в караваны на западный кордон Танцуют скамороки, чтобы не скучали локи И мчались в караоке, встречать Армакедон Ногу свело, ну и те, кто видел мультик, тут надо назвать еще и Масяню с Олегом Куваевым и песня «Марш обреченных». Премьера этой песни состоялась, если я не ошибаюсь, где-то в ноябре или декабре 22-го года Ну, если по року чемпион Макс Покровский, то по рэпу два чемпиона, но один из них это, незамненно, Иван Алексеев, он же Нойз МС Нойз МС в марте покинул Российскую Федерацию, поселился в столице Литвы, в городе Вильнюсе И поехал на туры, концерты и так далее в вполне определенной направленности, то есть антивоенной Первый видеоклип и первый сингл послевоенного периода у Нойз МС называется «Страна дождей» Песня посвящена эмиграции, песня посвящена Литве и той новой ситуации, в которой наши музыканты оказались за границей В луже столицы страны дождей Вижу вновь свое отражение На земле, что было моей Давным-давно нет уже меня Сосны фильтруют балдийский свет Желтые дымки лучи пульсируют Жизнь зачерпнута буквой «З» Но я новую срежиссирую Что же ты сбежал, что ж ты не пошел Против космонавтов с калашами, босиком да галышом Что же ты бензином не облил? Себя-то не под шок Че засал? Ну ты лошок Че ты нам там нямлишь про детей? Похую на них Те, что под обстрелами погибли, чем хуже твоих Хочешь стать хорошим русским? Полежи в гробу Не хватайся за шасси и срогай талибов, поезжай в Кабул Что же ты сбежал, что ж ты не пошел? Вроде не отдать священный долг, тот бессмертный полк Просто ты ссыклопиздец, был бы мужиком Блин, ты нагало героем, слег бы за дворец под геленджиком Что же ты не это? Что же ты не то? Редко с ним мудак Вместе с танком не сгорел, никаких яростных атак Да, я жив, здоров, скриньте, шерки Плохие новости для всех, кто мне желает смерти В лужах столицы страны дождей Вижу вновь свое отражение На земле, что было моей Давным-давно нет уже меня Сосны фильтруют балдийский свет Желтые дымки лучи пульсируют Жизнь зачеркнута буквой цвет Но я новую свежесирую В лужах столицы страны дождей Вижу вновь свое отражение На земле, что была моей Давным-давно нет уже меня Сосны фильтруют балдийский свет Желтые дымки лучи пульсируют Жизнь зачеркнута буквой цвет Но я новую свежесирую Нойз МС «Сторона дождей» Я думаю, это где-то сентябрь Примерно 22-го года Нойз поехал в свой тур Под названием «Голоса мира» Но это и название тура Отчасти даже и название Объединенной группы Объединенной с Монеточкой Да, Лиза Гордымова, она же Монеточка Тоже перебралась в Вильнюс И отправились они, значит, в этот самый тур «Голоса мира» В поддержку Украины Где, кстати, собрали, в общем-то, Шестизначную сумму В поддержку суммы в иностранной валюте И, в общем-то, молодцы, молодцы Кроме того, Монеточка сняла Прекрасный видеоклип «Гори» На старую песню Ну, а новую песню они записали вместе И премьера ее состоялась совсем недавно Буквально в этом месяце Где-то в начале февраля 23-го года И этой песне под названием «Никто не пострадал» Как ли надежен автар? Точно ли есть война? Все не узнать нам правды Все не проверить нам Все не собрать нам воли Слез всех не перелить Всех не забрать из поля Всех не похоронить Никто не пострадал Это фейк Это вброс Робот-астронавт Шли сигнал Стальных слез Разумной жизни нет На планете Врага Уничтожили объект Никто не пострадал Никто не пострадал Никто не пострадал Это фейк Это вброс Робот-астронавт Шли сигнал Стальных слез Разумной жизни нет На планете Драга Уничтожили объект Никто не пострадал Всех не прослушать судей Все не пересмотреть Это всего лишь люди Это всего лишь смерть Кто бы в каком отчете Что бы не показал Вряд ли мы будем против Вряд ли мы будем за Все кончится вот-вот Там дело на три дня По плану все идет Скоро встретит до дня Героя в орденах Будет пир на весь двор Там тира, не война Все кончится вот-вот Все кончится вот-вот Там дело на три дня По плану все идет Скоро встретит до дня Героя в орденах Будет пир на весь двор Там тира, не война Все кончится вот-вот Наши бессмертные дети Наш непорочен край На голубой ракете мы приближаем рай Солнце в конце тоннеля парами светит нам Вновь ужагаем к цели, скоро все будем там Наши бессмертные дети, наш не получен край На голубой ракете мы приближаем рай Солнце в конце тоннеля парами светит нам Вновь ужагаем к цели, скоро все будем там Но из МСИ и Монеточка никто не пострадал Опять же, мультиплицированный видеоклип Сработанный, по-моему, нейросетями Хотя я в этом не очень хорошо разбираюсь Песня, понятное дело, посвящена лицемерию И российской пропаганды на военные темы Помимо артистов, таких целиком и полностью русских В антивоенный марафон втянулись и русские люди Или русскоязычные люди, не знаю даже, как их правильнее называть Которые давно живут за границей В частности, житель Бостона Слава Толстой Он музыкант и поэт В качестве музыканта работал, в частности, с Федором Чистяковым Из группы «Ноль», когда Федя тоже поселился в Америке И он записал отличную песню под названием «Ты вне» Песня тоже о популярном среди россиян синдроме Такая вот защитная реакция Что не знаю, знать не хочу ни про какую войну Я как бы вот вне всего этого Но там есть еще всякие стандартные фразочки Типа «Не все так однозначно» и так далее Вот об этом поет Слава Толстой Ты медитируешь день по 25 часов Не ругаешься матом, никаких резких слов Не ешь ни рыбы, ни мяса, не пьешь вина И тебе насрать, что где-то идет война Ты уверен, что все это иллюзия Поешь свои макры, ищешь мира в уше А может это просто мозг, как энтузия Или твое сердце атрофировалось уже Ведь политики и всяких жахтых споров, ты и вне Аналитики русского позора, ты и вне Сострадание, сопереживание, ты и вне Ты и вне, ты и вне Расвораченных бомбами детей Вне горькой доли миллионов людей Ты и вне моря ушей кремлевских вождей Ты и вне, ты и вне, ты и вне Ты говоришь, что всей правды не знает никто Дезинформация льется со всех концов Но целый мир не может так синхронно врать Ты мог бы во всем разобраться, но тебе насрать Но в дом ворвался убийца и вор И режет твоих братьев, насилует сесер Ему место в аду, вот и весь разговор А ты все поешь, кумбая, какой позор Ведь политики и всяких жахтых споров, ты и вне Аналитики русского террора, ты и вне Сострадание, сопереживание, ты и вне Ты и вне развораченных бомбами детей Ты и вне горькой доли миллионов людей Ты и вне моря ушей кремлевских вождей Ты и вне, ты и вне, ты и вне Но когда-то этот цирк закончился, поверь Ты заснешь, проснешься, вот последняя дверь А за ней седой и суровый мужик Прищурится и спросит, да кто ты такой старик И ты скажешь привет, этой встречи я ждал Свою душу хранил, день и ночь очищал А он вдруг, стоп, чего-то ты не догнал Ведь кто душу сберег для себя, тот ее потерял И политики, и шахтых споров, ты и вне Аналитики русского позора, был вне Сострадание, сопереживание, был вне Был вне, был вне, развораченных бомбами детей Вне горькой доли миллионов людей Вне моря ушей кремлевских вождей Ты и вне, ты и вне, ты и вне Ты и политики, и всякие шахты споров Ты и вне аналитики русского позора, ты и вне Сострадание, сопереживание Ты и вне, ты и вне, ты и вне Развораченных бомбами детей Вне горькой доли миллионов людей Вне моря ушей кремлевских вождей Ты и вне, ты и вне, ты и вне Слава Толстой из Бостона Ты вне Ну, вернемся в Россию Большая часть антивоенно настроенных артистов Страну вынуждена была покинуть Тем более, что концерты у них все равно запрещены, отменены и так далее Но кое-кто остался Наверное, самая известная из оставшихся групп Это ДДТ Юрия Шевчука Но есть и менее известная группа Которая, тем не менее, выпускают песни Ну, которые легко трактовать определенным образом В частности, это замечательная ансамбль С Петрозаводска «Громыка» Знаете такую группу? Она звучала, кстати, в программе «Музыка на свободе неоднократно» Потому что, на мой взгляд, это один из самых оригинальных и забавных российских музыкальных ансамблей сейчас Так вот, «Громыка» выпустили сингл под названием «Не ходи на площадь, не ходи» Ну, понятное дело, что это парафраз на знаменитую песню о декабристах Александра Гальча С сакраментальным вопросом «Сможешь выйти на площадь?» Тут поет «Громыка» Не ходи на площадь, не ходи Ты пройдись по парковым оленям Ты по тихим улочкам пройдись Выставкам, музеям, галереям Не ходи на площадь, не ходи В электричку за город подальше Есть рыбалка, ягоды, грибы Что без пробок, только встань пораньше Не ходи на площадь, не ходи Шахматы, бильярд, настольный теннис На тенистой улице в тени Ты постой, расслабься под моченьем Вдруг зовилось что-то там в груди Не ходи, тебе нужна прохлада Не ходи на площадь, не ходи Не ходи, тебе туда не надо Та-ба-дам, там-та-ба-дам Та-ба-дам, та-ба-дам Та-ба-дам, та-ба-дам Та-ба-дам, та-ба-дам Та-ба-дам, там-та-ба-дам Та-ба-дам, та-ба-дам Не ходи на площадь, не ходи Вокально-инструментальный ансамбль Громыко Но понятное дело, что это такой яркий пример знаменитого советского синдрома под названием фига в кармане То есть, в принципе, вроде бы к этой песне цензорам никак не придраться, хотя смысл ее, в общем-то, понятен Еще одна группа, на этот раз из Москвы, называется Комсомольск Одна из самых популярных российских, таких современных, актуальных инди-групп Во главе там две девушки, Дарья Дерюгина и Арина Андреева Они выпустили новую песню под названием «Из нашего окна» Песня, опять же, как бы не в прямую, не в лобовую атакует войну, но, в общем-то, настроение ее не оставляет никаких сомнений по поводу того, чем эта песня навеяна Группа Комсомольск Из нашего окна Площадь черная видна, черная луна видна Из нашего окна И школа, и церковь, и черные кубики, и дома Большие кубики, и дома Смотри, Москва горит, это я, это я подошу Группа Комсомольск Из нашего окна Дребежит от ветра переплавленная в пулю струна Из нашего окна Теперь площадь черная видна А раньше нам за счастье Гниющая цветущая дыра Из нашего окна Теперь Замолчавший город Будто четко на макушке Вьется по нему Тишина Тишина Вместо слов Бла-бла-бла-бла-бла-бла Из чатущих, сшитых, белыми нитками ртов В колоколом Молчанье Хтоям кривых Вспяв В этом году Весной Христос не воскресал Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь чёрная видна Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь чёрная видна Из нашего окна Всё так однозначно, всё призрачно, так и прозрачно В животах бабочки в червей превращаются обратно Мы смотрим в окно, оно на нас, взглядом жадным Будущему крутит, джит, джит, джит Нож по рукоятку, хило его тенься Со слезами в окно, в нашем окне Я у всех на виду кричу, послушайте Я, наверное, так больше не могу Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна конец света виден По улицам течет, течет бесцветная бензиновая ржа Предрассветный час темно, а завтра еще будет темнее Но послушай, как прекрасно сейчас тишина Тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна, нашего окна, тишина, тишина Из нашего окна, нашего окна, площадь черная видна Из нашего окна группа «Комсомольск». Кстати говоря, прочел я тут, что группа эта находится на грани развала, а может быть, и уже распалась из-за внутренних разногласий. По-видимому, разные участники группы по-разному оценивают российско-украинскую войну, и поэтому возникли серьезные проблемы. Но надеюсь, что разум и здравый смысл возобладают. Поехали дальше. И у нас еще один рэпер, и это Влади из Ростова-на-Дону. Ну, разумеется, один из участников, один из основателей известной группы «Каста». И вот Влади, который, кстати, тоже уехал из России, он оказался первым, пожалуй, всех российских музыкантов, кто записал целый такой концептуальный альбом, целиком и полностью посвященный нынешней этой ужасной войне. Альбом называется «Длится февраль», и все треки с этого альбома посвящены именно различным граням, различным аспектам, что ли, новые реальности, в которой мы все оказались. Открывается он песней «Безвремени», откуда, собственно, и пошла фраза «Длится февраль». Взросление граждан Взросление граждан, принятие того, что на тебя в стране плевать, и что ты просто не важен, принять эту тяжесть. В органах власти нет органа восприятия, всегда свое навяжек. Кто-то наивно за развитие страны радеет, ищет пути донести идеи, не арестуют. Если арестуют, допросят, в отделе не обвинят. Если обвинить, посмели, ничего не вменят, оправдают, извинятся. Добрый детский вариант не может состояться, и этому есть гарант. Не повзрослев, мы будем бесконечно искать след в тупиках противоречий, где здравый смысл закону перечит, где обеспечить моральные ценности нечем. Патриотизм, светлая душа там, и не восток, и не запад, мирно-смертельный атом. Последнее, что можно было бы в детях сломать, это я веру, что мама их любит, но родина не мать, кончится детство пора. Горечь, потеря, тьма, это для взросления правильные тома. Безвременье длится февраль, на удобрение вся старая мораль. Жизнь в учебнике истории при смене эпох, со страницы взмах рукой тяжелый вздох. Мы перешли такой порог, который требует пересмотра всего вдоль и поперек. На чем строить в жизни уважение и доверие, зачем учить детей на всеобщем примере? Люди злейшие звери, эстетика, культура и куча подобной хери. Че с этим делать, теря, когда ракета в дом прилетела прямым курсом? Как быть с актерским мастерством и с искусством? Как с медициной быть, с рейтингом вузов, когда людей взрывают и грузят, как мусор в кузов? Мы перешли порог, пересмотреть надо и то, что жизнь играет, и то, что ты игрок. Что такое народ? Что такое мы? Кто такие наши? Это все теперь старо. Безвременье Длится февраль На удобрение Вся старая мораль Безвременье Длится февраль На удобрение Вся старая мораль Влади без времени Альбом Длится февраль Ну и, пожалуй, самая душераздирающая из песен на этом альбоме Хотя весь альбом, в общем-то, хорош Эта песня называется «Как это, блядь, возможно?» И эта фраза исходит от модной киевской девушки, которая жила в мире В таком совершенно мирном, творческом Дружила со всякими модными москвичами И так далее И вдруг, опаньки И со стороны этой самой Москвы Полетели бомбы и ракеты И она просто не может понять Что это за ужас творится Влади Она посреди ночи вскакивает с криком «Как это, блядь, возможно?» Ведь у нее давняя дружба В московской среде киношной Много проектов общих Фильм и реклама в прошлом Все они люди хорошие Ошарашены Нет в них оценок противоположных Она посреди ночи вскакивает с криком «Как это, блядь, возможно?» Всегда были деликатны, позитивны Даже ту матч немножко После всех разговоров о кадре О цвете, о линзах Бомбежка Идет армия Рвет мясо Рвет кишки Гниют трупы Цена грошна Взорванные дети Горящие школы Дома, автопарк пережеван Миллионы людей бегут У них нет на ядру На обед дешевый Что она в жизни сделала, чтобы Снимать это жуткое шоу Режиссер умалишенный Всегда ведь несли красоту Созидали в сфере прекрасного Результат бывал сентиментален Светлое что-то подсказывал Мы в нашем быту олицетворяли Дружбу народа В действии горит и в аду Вся, блядь, прошивка Это советская Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Это че за хуйня такая была Позитивные мысли и дела И вселенная слышит нас бла-бла И искусство язык наш ойдалан И соцсети сближают улала И конфликты снижают пополам И животных не кушаем нам хвала Но людей бьют снаряды из ствола Это чё за хуйня такая была? Не разбрасывать мусор мимо урн Не устроить в подъезде перекур Не ругнуться при детях без купюр Это всё, блять, хуйня была, абсурд Можно сжечь города из всех бандур Разрядить, блять, в людей весь байконур И намер пиздеть из своих конур Она посреди ночи вскакивает с криком Как это, блять, возможно? Её картина мира с первого мига Ракетным ударом уничтожена 53 февраля сейчас почти тихо Вдали вспышки певошные Она посылает новый запрос вселенной Как это, блять, возможно? Как это, блять, возможно? Как это? Как это, блять, возможно? Как это, блять, возможно? Это была песня Влади с немного нецензурным названием. Альбом длится февраль. Много говорят о том, что может появиться какое-то новое подполье в России, то ли цифровое подполье, то ли даже живое подполье. Не могу сказать, что это явление уже как-то набрало обороты, но какие-то первые ласточки, надеюсь, далеко не последние, уже есть. Группы российские, группы анонимные, законспирированные и при этом отличающиеся таким в высшей степени боевым репертуаром. Одна из таких групп называется The Tagile. Я не знаю, честно, откуда они из Нижнего Тагила или еще откуда, но выложили в сети уже несколько своих песен, в частности, песню «Эй, брат», но я выбрал последнюю, кажется, из их записей. Песня называется «Еще хуже». Утром в холодильник я повесилась мышь, Денег нет, работы нет, долгов выше крыши. Скил давно Hyundai, сын свалил в Китай, Перед третий день жена гитару продай. Надо бы пойти и поискать провиант, Но у каждой двери ждет товарищ сержант. Скилешь не зазря, проще говоря, На пердуй в окоп и умирать за царя. Все, что ты любил, оставляй снаружи, Сначала будет плохо, но потом еще хуже. Вы, парни, велик, тюрьма до с ума, Сначала будет осень, потом зима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночью мне приснился удивительный сон, Словно зашатался и рассыпался трон. Кто раз смотрит трибунал, пресс и полотзал, И на всю страну лежает первый канал. Наша злая Карла весь в соплях и слезах, Мальчики кровавые в бесстыжих глазах. Вот тебе и ну, ты и просрал страну, Кто теперь ответит, сука, нам за войну. Все свои банты, оставляй снаружи, Сначала будет плохо, но потом еще хуже. Время прокурор, судья и стец, Рано или поздно придет. Выбор невелик, тюрьма до с ума, Сначала будет осень, потом зима. Труд освобождает, это выглядит так, Сначала будет пуча, потом кулак. Время прокурор, судья и стец, Рано или поздно придет, пиздец. Все, что ты любил, оставляй снаружи, Сначала будет плохо, но потом еще хуже. Новая подпольная российская группа The Tagile. Песня еще хуже. Следующая группа у нас издалека, то есть совсем издалека, из города Лос-Анджелеса, где давно уже живет Валерий Гаина и его супруга Ирма. Валерий Гаина, если кто не знает, это лидер популярнейшей советской, впоследствии, хоть и ненадолго, российской группы Круиз. У них там были всякие хиты, типа Крутится волчок и так далее. Но известна эта группа была в первую очередь благодаря виртуозной гитарной игре Валерия Гаина, который вообще считался, по крайней мере, многими гитаристом электрическим номер один в СССР. Под названием «Антиорки» Валерий и Ирма у себя в Лос-Анджелесе записали песню под названием «Большим пиздецом». Привет тебе, Раша, от блудного сына. Я расскажу тебе про Украину. Якобы нации и мальчик распят. Или что там тебе еще по каналам пиздят. Тебя там поют про победу и славу. Они тут гниют по полям и канавам. И собаки их жалуют, и воняют останки. И заживо жгут в прозребашенных танках. И перемешается кровь с говнецом. И дело тут бахнет большим пиздецом. За что умирают здесь все твои дети? За хуя, что в бункере газит в макетик? За упыряч, что совсем ебанулся? За фюрера, что в ватках своих захлебнулся? За олигархов и их инстаграмы? За отдыхи, яхты, роздерзь и богамы? За вилы и их миллиарные стопки? Садей паску и прочих хуевков. Они все пиздят и краснее лицом. Но дело тут бахнет большим пиздецом. Большим пиздецом. Большим пиздецом. Большим пиздецом. Большим пиздецом. Эй, русские матери, сынов мы отдали. Но богам это ни разу они не видали. Они тут давно. Удобрение трассы. Они для хула. Просто гости и мясо. А им 18. Их в танцы сажают. Нахуй с ними бабы еще нарожают. И снова пошлют, как отца или деда. И первый канал обещает победу. Кончится с краской херовым концом. Но дело тут бахнет большим пиздецом. 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 Ваш первый канал напиздел все для вида. Но ваши сыны не герои, а книги. Они здесь фашисты. Не слава и сила. А ваше хуйло на них хуй положило. Но в общем-то раша. Акцина-открытка. Мы туда посрались конкретно и шитко. Я мама плену. Туда и дорога. Других не осталось. Звони теперь богу. Валерий Гаина и Ирма Вместе антиорки и сингл большим пиздецом Тут, кстати, надо сказать, что ситуация в России такая, что нецензурная лексика, весь этот матерный язык, ну, фактически легализовался и стал нормой русского языка Во всяком случае, многие люди, которые раньше не грешили употреблением всей этой инвективной лексики, теперь по-другому разговаривать просто не могут Но, естественно, все люди в России, по крайней мере, люди, не лишенные мозгов, а также совести, думают, гадают о том, когда же это все закончится Этому посвящена песня Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро» Субтитры создавал DimaTorzok Я бы хотел поговорить с тобой, но телевизор слишком громко орет Он притворяется твоей головой, его динамик так похож на твой рот Моя страна поднялась с колен, повесь свой отрицательный рост Я отрицательно согласен со всем, вот мой ответ на твой не вопрос Где вы были восемь лет? Ебаные нелюди, я хочу смотреть полет Пусть танцуют лебеди, пусть за озеро свое Дед трясется в трепете В темнах с экрана Соловьев Пусть танцуют лебеди Когда все кончится, ты будешь молчать и делать вид Будто был ни при чем Лицо кислей, чем крымское, а луча ты явно чем-то слегонца удручен Я бы хотел поговорить с тобой, но телевизор слишком громко орет Он притворяется твоей головой, его динамик так похож на твой рот Где вы были восемь лет? Ебаные нелюди, я хочу смотреть полет Пусть танцуют лебеди, пусть за озеро свое Дед трясется в трепете Макс экрана Соловьев Пусть танцуют лебеди Последний сингл Нойза МС Ивана Алексеева Называется «Кооператив Лебединое озеро» Написан, естественно, в соавторстве с Петром Ильичем Чайковским Ну и завершить сегодняшний спецвыпуск Который я приблизительно назвал от отчаяния до гнева и обратно Завершить его я хотел бы, наверное, самой популярной Современной российской песней об украинской войне Песня, которая называется «Украина» Ее поет и написал ее Максим Покровский Группа «Ногу свело» На самом деле очень мощная песня В том числе и в музыкальном отношении Такая гимнообразная песня Я надеюсь, что когда-нибудь «Ногу свело» Сможет исполнить эту песню вместе с воплями Ведоплясова, Океаном Эльзы и другими украинскими друзьями И исполнить ее, естественно, на торжественном концерте Посвященному победе украинского народа Слава Украине! Вы мне отвечаете правильно именно так Это был Артемий Троицкий И спецвыпуск программы «Музыка на свободе» Украина Моя вторая половина С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей Украина Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо Хранят пути твоих детей Сынок, не бойся И подожди немного Она закончится Воздушная тревога Похоже, стихло Похоже, улетели Похоже, мы с тобой сегодня уцелели Не бойся, дочка И подожди немного Я знаю, впереди нелегкая дорога Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит Надеюсь, нам солярки хватит Украина Моя вторая половина С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей Украина Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо Хранят пути твоих детей Сынок, не бойся И погоди немного Никто не знает Какие там дела у Бога И с кем ему Сейчас приходится текаться Но просто надо Еще немного продержаться Они слюну пускают Среди кровавых луж И духов вызывают Цена невинных душ Они себя крестили Потомками богов Им в жертву приносили Руины городов Не бойся, дочка Любовь всегда сильнее Где третий Рим Где третий Рейх И где Бомбей Но будут жить И станут только круче Одесса, Киев, Харьков Мариуполь, Пуча Украина Моя вторая половина С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей Украина Пусть от Днепра И до Берлина Летают ангелы незримо Граня в пути Твоих детей Украина Моя вторая половина С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей Украина Пусть от Днепра И до Берлина Летают ангелы незримо Граня в пути Твоих детей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok